МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Михаил Зеленский. Сегодня я вновь приглашаю вас в мир Большого театра. В ноябре на новой сцене состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского. Сегодня мы расскажем о том, как рождался этот спектакль. Конечно, каталог. Все на грани фола. Как вам это делать? Только восхищение. И все сразу стало понятно при первой встрече. Ромео и Джульетта видели, знают, гениальные фильмы, потрясающие спектакли, балеты. Это столько раз было, чем мы можем удивить. Только если между вами, как актерами, и персонажем не будет никакого зазора. Вы должны стать персонажем, абсолютно раствориться и в тексте, и, главное, в ситуациях, которые происходят. Мы можем убедить только, если вы сами будете в это верить на 200%. Уже нет времени, чтобы приглядываться. Вот просто отдайтесь каждому движению очень честно и со всей душой, и с вашим актерским дарованием, и каждой мизансцене. Вот, собственно, все. Это должно быть очень ярко и по-настоящему от вас, чтобы это было все ваше. Не то, что вы одеваете чужую одежду. Она должна стать вашей и любимой при этом. Балет Ратманского – это на сегодняшний день отдельная эпоха Ратманского, которая продолжается и будет продолжаться. Алексей Ратманский, на мой взгляд, сегодня является одним из самых выдающихся хореографов современности. Его прочтение, его понимание, его изложение и музыкально, и хореографически вызывают только восхищение. Вам нравится история любви? Это вечная тема, она всегда современна. И сейчас, и сто лет назад, и сотни лет назад. Счастливы ли вы в браке? Как у вас сложилась история любви? Или это брак по расчету? Все эти темы, они как и тогда существовали, так и сейчас существуют, по сей день. Я думаю, трагическая и романтическая темы одинаково важны. Начало истории очень романтичное. Это то, о чем все мечтают – влюбленность и идеальная любовь. Но, как всем известно, заканчивается произведение Шекспира очень трагично. И оно трогает людей по всему миру. Для меня это, безусловно, один из самых ярких балетных опусов 20 века. Потому что в нем заложена столько жизнеотверждающей энергии Прокофьева, бодрость, несмотря на сюжет, и трагично заканчивающийся. И вся эта музыка, она написана как бы на одном дыхании. Здесь есть и трагическое, и какие-то веселые элементы, жанровые, народные. Но на первом месте для меня все равно любовь. Мне сложно назвать хореографа, который достиг каких-то определенных результатов, в своей профессии, который бы обошел этот сюжет стороной. Алексей очень музыкальный человек, и следует за музыкой. По крайней мере, он ее слышит, это точно. Для артистов балета эта работа особенная. Огромный список претендентов на исполнение главных партий. Невероятная творческая конкуренция. Молодые и именитые. В этом спектакле заняты практически все артисты, балетный труппы Большого театра. Ну, потому что это Большой театр, и в Большом театре всегда большая конкуренция. Всегда, когда спектакль назначается, бывает человек по 10, Джульет, Ромео или в каких-то других партиях. В итоге постепенно-постепенно складывается в то количество составов, которые хореограф сам определил. Да, немножко выдохни здесь. Не старайся сделать больше, чем можно. Я сам напросился и к Алексею, и к Махархасановичу. Сказал, что я очень хочу участвовать. Потому что изначально у меня не было состава. Был готов на любую роль. Не в первой. Ну, конечно, Алексей сказал, что, ну, Ромео. Очень хорошо. Ладно, старайся на первой, держать вот эту пассу на самом верху. До конца, да. Держи. То же самое на судебаске. Ты раньше времени не дышишь. Я очень хотел снасвлять Ромео. Я не думал, что у меня на самом деле когда-то придется сделать на самом большом театре. И так случилось, что я попал в составы. Я очень этому рад, поэтому все, что касается Ромео, это для меня большая радость. А вы не хотите вниз руки сделать? На разножке, чтобы удержаться в воздухе. Закрыть? Закрыть? А, вот здесь? Да. Пока. Просто сразу оставляйте внизу. Как показать? Ну, я знаю, что вы очень честно все делаете. Ну, попробуем. Да. Меня вывесили в составах Ромео, и я подумал, здорово, наверное, поработать с Алексеем. И если он во мне видит Ромео, значит, надо как-то и мне постараться увидеть в себе Ромео. А может быть, Семен, смотри, ты уже стоишь, ждешь, пока она тебя бежит? Может быть, ты тоже будешь обходить, когда она бегает, чтобы помочь ей немножечко? Тогда она быстрее попадет. Да, да, да. Ну, мне кажется, для артиста это такой знаковый спектакль где-то. Например, я думаю, что те артисты, которые исполняют Ромео, они сохранят этот образ на долгие-долгие годы. И так же, как и Джульетта, и другие, любые другие персонажи. Ты говоришь, все, да, все умрут, все люди, которые существуют. Еще ниже, смотри, у тебя немножко так вот, точно горизонтально, очень острый взгляд, как ножом режешь. Не отставай, Дима. Артисты Большого театра знают и любят Ратманского. Работать с ним – мечта каждого из них. Он здесь работал, он возглавлял балетную компанию. Очень много сделал, очень много сделал, на мой взгляд. Его постановки по сей день идут, и они стали уже неотъемлемой частью нашего репертуара. Поэтому, конечно, артистам, безумно приятной и очень, ну, откровенно радостной, когда он приехал, они его встречали, ну, видно с любовью. При нем я в театре стартовала, я станцевала очень много его спектаклей, и с этой пластикой я знакома, и она мне очень подходит, она мне очень близка. Но при этом мне еще сложнее по этому, потому что он видит, что что-то получается, и, как говорится, трясут всегда еще больше, когда человек что-то может, и чтобы ты сделал еще больше, еще лучше. Это правильно, это здорово, это захватывающий процесс. Кать, и корпус должен быть не на нем, а немножко помоги, Егор, да, чтобы он впереди. Для меня это особенный человек в жизни, потому что, когда я пришел в театр, он дал возможность мне делать первые шаги в моей профессии, и он увидел что-то во мне, и, конечно, он дал толчок мощный для меня, вот как для развития актера, танцовщика, артиста. Это был самый первый период моего пребывания в театре. Когда пришла, он был художественным руководителем, и мне удалось поработать с ним в его спектаклях. Потом он, когда позже ставил у нас утраченные иллюзии, я уже немножко понимала его по-другому, то есть для меня это не было совершенно новым языком. Отлично. Ну, сейчас совсем другое дело. Здорово. Не одинаковый переход на ДВП. Вот отскочили, отскочили сюда, назад, в Эрд. Все-таки на воздухе, Настя, не забываю. Потом еще позже он вернулся и восстанавливал русский сезон. И мне вообще, мне казалось, что это мой родной язык, что вот, как бы, я взрослела вместе вот с этим всем. Алексей – это тот человек, при котором я пришел в Большой театр. То есть, по сути, он меня взял в труппу, когда мне было 17 лет, и я вот только был выпускником Московской бесстарственной академии. Это действительно, ну, большая честь, привилегия для артиста, чтобы оказаться в этом театре. И, естественно, он, в первую очередь, для меня, как учитель. Да ну его. Нет, и дальше он фантазирует о чем-то. На премьерных спектаклях главные партии танцуют три состава исполнителей. Так решил Алексей Ратманский. Зрителю непросто будет определиться с симпатиями, ведь все дуэты очень разные. Они все такие разные, такие замечательные. Когда, например, смотришь на Катю и Влада, такая невероятная свобода, чувство полета. Слава и Настя – это абсолютно реальная история любви. Чувствуется, как они любят друг друга. Это невероятно. А Женечка, она как будто сошла с полотна. Она вылитая Джульетта. И у нее такой замечательный и надежный партнер. В общем, все они хороши. Начну с Настей Сташкевич. Она очень нежная, она очень техничная. Конечно, и у Красановой совершенно необыкновенная техника. От них идет какая-то необыкновенная красота, чистота, уверенность. Что просто поражаешься. Хотя хореография очень сложная. И каждая эту хореографию понимает по-своему. Сейчас, стойте. Смотри, вот когда он поднимает, она должна приопустить голову. Потом начинается ЖТ, подхватывается здесь голова, подбородок, руки. И только когда он начинает переводить, вот уже буквально садится, вот тогда переходит голова и заканчивает сюда. То есть вверх отстает. А начинается вот внизу, как будто бы водоросли вынимаешь из воды. Вот так все стекает. А потом через глубокое дыхание. Кто-то более нежный, кто-то более раскованный, кто-то более рискованный, кто-то более итальянский. И спасибо большое, что Алексей Осипович позволяет тебе проявлять именно свои собственные чувства, свое собственное видение. Благосклонен к тому, что все Джульетты у него разные. Я думаю, что это будет совершенно три разных спектакля. Возьми сейчас ее за руки. Как Ромео возьми. Вот так вот. Вот эту краску надо сохранить. Даже если вы по-другому берете. Понимаешь мою мысль? Ратманский детально проработал образы героев. В каждой сцене, в каждом акте прослеживаются не только характеры, но и судьба. Сейчас, наверное, даже сложно встретить такую женщину, которая бы настолько была влюблена в мужчину. Вот настолько, что она больше ничего не замечает, ничего не движет. И ей даже не нужно было время, чтобы принимать какие-то решения. Она сразу все поняла, когда увидела его глаза. И все сразу стало понятно по первой встрече. Что с этим человеком она должна как бы быть. И все. Все остальное отступила. Поэтому для меня вот это, ну, первостепенно, наверное, в Жюльете. Алексей Осипович нам постоянно напоминает, что она итальянка. Но мне кажется, что Жюльета, как сказать, она особая итальянка. Она нежная, она трогательная. Она, мне кажется, ранимая. Жюльета – это, пожалуй, самый сильный персонаж в этом спектакле. Это самый сильный персонаж в пьесе. Ни один из героев, ни умерших, ни выживших, не обладал такой волей, как она. Именно поэтому она ключевой и самый важный персонаж этого балета. Если вы в роли, если Семен становится Ромео, и Женя становится Джюльеттой, вот эти персонажи взаимодействуют. Не вы, как вы есть, а вы должны быть уже в другом состоянии. Лучше. Вдаль. Лучше. С улыбкой Семен, смотри на нее. Широко. Правильно. Наверх. Нет. Ну, первую часть хорошо сделали. Работая с Алексеем, я понимаю, чего он хочет. И я хочу сделать именно такого Ромео, которого он видит. Он видит сумасшедшего. Он видит такого, который полон энергии, который горит. который сначала не знает, куда течь свою энергию, как будто он так странно рассказывал мне, как будто бы вода, вот она еще не закипела, а вот закипает. Вот что-то такое-то должен быть. А потом, конечно, когда он уже находит ту, которая, ради которой вот он готов на все. И, конечно, как он был. Я ни разу до этого, ни в одной какой-то редакции, не танцевал фанатов. То, что происходит в первом акте, да, когда он совершенно срывает голову, на эмоциях. И тот третий акт, когда сцена постели, когда ему нужно бежать в манту, это разные состояния. Их нужно показать, в этом есть определенная сложность. Вот отсюда, без аффектации, без нажима, просто просто поднимаете глаза и раскрываете немножко все. И раньше начать, чтобы вот это отъехать. Дыши глубоко, пожалуйста, на подъеме. Нет, не получается. От начала до самого финала он проживает огромную жизнь, казалось бы, да, за короткий срок, но изменения там, конечно, большие, кардинальные, да. И каким он предстоит в начале, да, в мечтах, в мыслях о Розалинде, дальше встреча Джульетта, да. То есть совершенно меняется его мир. Он видит настоящую любовь, какие-то чувства, да, испытывает. По мере сюжета, да, встречаются какие-то проблемы, да, их нужно как-то решать, конечно. Путь огромный. Поэтому я считаю, что он разный. Влад, смотри, здесь, когда у тебя предчувствие, ты очень быстро повернулся. Тебе надо... Ты знаешь, вот так, да, сомнение как раз будет в профиле в твоем. Ты можешь идти и даже ищи, может быть, глазами, что тебя смутило. И знаешь, выдохнет. Это сердце, знаешь, как провалилось сердце в этот момент. Алексей Ратманский бережно отнесся к литературному первоисточнику. В этом спектакле очень много сцен, которые именно трио между Ромео, Бенволио и Меркутсу. Это три друга, которых связывает дружба, их связывает жизнь, их связывают какие-то идеи, мысли. Они думают одинаково, но на какие-то вещи смогут смотреть по-разному. Ну, Ратманский, мне кажется, Меркутсу даже главнее, чем Сибальт и Ромео, потому что это связующее звено между двумя семьями и, в целом, персонаж, из-за которого начинают происходить в дальнейшем драматические вещи. Без Меркутсу или без Сибальта очень сложно представить этот спектакль. Тем более, на мой взгляд, одни из лучших музыкальных моментов отданы именно им. Это самые драматичные, самые техничные музыкальные моменты. Но всё же немного опускается ниже того, что мы видим в конце, вот той бесконечной любви, несостоявшегося счастья, безнадёжности и, может быть, какой-то надежды. Его хореографию часто называют метаморфозами тела. Сложные движения, невероятные комбинации и нереальная скорость. Это стиль Алексея Ратманского. Его хореография достаточно насыщенная. Это человек, человек, который какой-то в одной сцене очень многое хочет сказать и, собственно, это и делает, что не так часто можно сегодня встретить. Поэтому я бы мечтал каждый год делать с Алексеем Ратманским. Он для меня отдельный от всех остальных. И это связано с тем, что, может быть, у него основа-то русская, российская. Он учился здесь, и после этого он уже работал в большей степени на Западе и вобрал в себя все культуры. И сегодня он совершенно органично излагает то, что хочет, то, что переживает, как это он делает. Вот в этом и есть секрет его, как он это делает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это всё должно быть одинаково у всех, да? Наверное, нам не хватало вот той свободы изложения своего какого-то мира внутреннего, своей идеи в той форме, которую сегодня излагает это Алексей Ратманский. Вообще его трудно танцевать, потому что, чтобы рассказать историю, он использует хореографический вокабуляр. В других постановках мы больше показываем жестом, авторской игрой, мимикой, а у него всё это наполнено движением. После кабриоля можешь вот здесь задержать на приземлении немножко? Вот так, да. Много задержи, потом поведи. Хореография, она должна быть исполнена вот в стиле Алексея, да, очень сложная, очень насыщенная, контрастная, да, от медленных движений до резких туров, заносок, вращений. И потом обратно переливаться в какие-то, да, нежные линии. Вот он такой. Жень, помните, что буквально до пике уже кудепье, да, а у вас получается всё-таки вот так вот. И дальше вы там стоите, падаете, и потом поставляете ногу. Тогда мы чётко вот эта картинка вашей формы, да, вашей позы, она отпечатывается у нас. У Алексея Ратманского всё поставлено на классических движениях, но он их растет. Растягивает, идёт смещение корпуса. То есть удобные моменты, которые были, они становятся сразу неудобными. Он пытается движением занять всё пространство. Вот он всё время говорит, пружина сжимается, разжимается во движении. Вот, это очень сложно. Смотри. Эти растяжки обязательно надо сделать. Потому что люди здесь не как декорации, все они живые участники в постановке. Здесь много персонажей, это естественно, и он ещё добавляет. Поэтому этот спектакль, эта хореография сложны не только для ведущих солистов, но и для кордебалета. Ратманский очень внимательно относится к каждому движению, что требует от артистов особой сосредоточенности. С ним очень непросто репетировать. Очень-очень непросто. Пожалуй, наверное, один такой из немногих хореографов. Но при этом безумно интересно. Потому что на одно движение обычно бывает 15 замечаний, что очень тяжело сделать вот именно в первой репетиции. Впоследствии, конечно, ты стараешься всё это уловить, удержать. Но это безумно интересный процесс. Шея свободная. Поддержи, говори ей что-то. Ага, хорошо сейчас. Крепкая рука. Шею не напрягай, Екатерина. У Алексея часто вот всё на грани фола. Если ты уходишь вниз, то в следующий момент ты должен пойти резко наверх. Если ты идёшь вправо, ты в следующий момент идёшь влево. Потому что его тело действительно уникально, как он показывает. И чтобы это воплотить, надо очень сильно над собой работать. Держись, держись. Спокойно, Игорь. Приходится себя немножко подстраивать, где-то переламывать немножко. Всё не очень удобно и мне довольно-таки трудно. Я недавно сравнил его, просто подумал, это как бродский сложный слог. Но когда ты начинаешь понимать и читать этот слог, ты уже получаешь удовольствие. Но ты можешь очень крепкими руками, чтобы вот прямо пригвоздить её к этому месту? Нет. Не знаю почему. Может быть, вы поздно заканчиваете? Вот на целой стопени делаете. Вот сюда. Ты знаешь, ты должен вот так немножечко её вот так. Вот так остановить. Не вот так, а вот так. Попробуй. Ратманский всегда не только хореограф, но и режиссёр. В этой постановке можно увидеть невероятное количество неожиданных драматических решений. С первого взгляда, потом мысль, потом нарочитая рука, нехорошая, проще немножко. Перед собой просто. Да. В жизни опять. Как в жизни вы смотрите на своё кольцо? Вот так. И потом Настя вот так посмотрела, дальше открыли глаза, чтобы мы увидели, что у неё придумка. Вопрос к нему. Завтра с утра мы встречаемся в церкви. Он человек, который создаёт историю нас, который рассказывает историю нас, который может говорить и про любовь, и про любые человеческие проявления и так ярко, и так мощно, что просто вызывает только восхищение. Он даёт тебе волну. Мне кажется, он очень хорошо чувствует людей. Он тебе даёт какой-то вектор, по которому тебе нужно идти. И если ты ловишь его, он говорит, да, хорошо, правильно. А даже просто, когда он говорит, вот, представь, что тебе солнце светит, и ты за гора заслоняешься руками от него. И это всё понятно. Тебе самому уже не так много нужно искать. Вот падение непрекрасное ещё. Вот попробуйте сделать это как будто, как сон, как фантазия какая-то. Не то, что реально вы укладываетесь на землю, да, это другое совсем. Ратманский работает как режиссёр. Он достаточно ясно, чётко и в нужный момент говорит о переживаниях, действиях Джульетты. И, разумеется, о хореографических нюансах, это первично. То, наверное, чего часто не хватает балетным артистам, это такого правильного наставника режиссёра, который будет объяснять, пояснять и говорить, в какой момент какой актёр должен что сделать, чтобы в целом это потом сыграло правильно. В Вероне много людей уживаются вместе, из разных семей, с разным происхождением, отличающиеся этнически. И я думаю, Алексей хотел рассказать историю о том, как такие конфликты могут появиться в обществе, где все живут в мире и ни с того ни с сего они ссорятся, и появляется разобщение. Сценографом и художником по костюмам стал Ричард Хадсон. Каждую деталь ему удалось наполнить глубоким смыслом. Своей работой Хадсон поддерживает основную идею хореографа. Я очень тщательно изучил период Ренессанса в Италии, его архитектуру, цвета, и упростил их. В основном меня вдохновил итальянский художник Де Кирико, который писал архитектуру Италии, площади, рынки. Я упростил их. Убрал декорации и добавил очень яркие цвета, а также яркий солнечный свет, который отбрасывает очень черные тени. Крашеный задник, и он будет подсвечен спереди, не сзади. Ну, он театральный художник, и он человек, который, так сказать, очень много сделал. Близко вам это или нет? Что-то нравится, что-то меньшее. Ну, как в любой работе. Но я не могу сказать, что сценография вызывает у меня какие-то вопросы. Даже если бы такое было, ну, я же прекрасно понимаю, все же, это работа совместная. Это идея Алексея Ротманова. Постановщики очень хорошо понимают друг друга, понимают, чего они хотят. Поэтому никаких коммуникационных проблем не возникает. И Ричард, и Алексей, они абсолютно замечательные. Мне приходится думать не об одном, а обо всем, на что смотрит зритель. Архитектура и все эти костюмы, цвета вместе. Мне очень интересно этим заниматься. Декорации делали, костюмы делали. То есть все сценическое оформление делалось здесь, в Большом театре. У каждого артиста, абсолютно у каждого здесь в балете свой персональный костюм. А у некоторых артистов их несколько. Все абсолютно по индивидуальному эскизу. Это, конечно, колоссальная работа была проделана и нашими костюмерами, и художниками-постановщиками. Эта постановка, которая впервые была представлена в Торонто, мы повторяем костюмы. Но постепенно наша задача немножко расширилась. У художника появились какие-то новые идеи, поэтому у нас по сравнению с постановкой в Торонто есть какие-то отличия. Это связано еще с тем, что у нас больше трупа, больше артистов. У нас вот карто-балет, и все костюмы разные. Всего где-то 250, примерно так, костюмов. И мы шьем пять составов. В костюме я использовал прием, популярный во времена Ренессанса. У них трико разного цвета, и даже кое-кого разного цвета обувь. На цветах меня также вдохновили картины. В основном это картины Пьера де ла Франческо, а также братьев Пала и Ола. Цвета очень интенсивные. Оранжевый, как здесь, терракотовый, охра, темно-темно-зеленый и синий. Ну, это, кстати, тоже архитектура итальянская, можно сказать. Да, для меня это вдохновение. Я никогда не видел этого раньше, и это так прекрасно. После установки декораций, репетиции переместились на сцену. Работа кипела и днем, и ночью. Очень плотный график. Алексей все время переживает, что мы что-то не успеваем, что не успеваем какие-то детали, очень много материала нужно выучить. И всегда, конечно, когда премьерная вот эта неделя, предпремьера, и всегда все быстро-быстро-быстро кажется, что совсем нет времени, очень плотно. И это действительно так. Объем очень большой. Они заняты практически целый день. Многие из них, будучи занятыми вечером в спектакле, приходят на вечернюю же репетицию и за час до начала спектакля бегут на спектакль. То есть все настолько заинтересованы, что просто это восхищает, поражает, потому что усталость неимоверная у всех. Мы сейчас говорим о партистах мирового уровня, они в одной команде. Им не привыкать к стрессу. У нас мало репетиционного времени, и одновременно идет куча других спектаклей. Но я ни капельки не сомневаюсь, что к премьере они все будут готовы. У тебя уже не остается ни дыхания, ни сил, ни сознания, да? Ты уже весь в мыле теряешься, да? И вот если это перейти, то ты реально можешь получить удовольствие от того, что ты делаешь. Мы пока это не пришли, но я уже вижу, что возможно получить удовольствие. Скажем, сейчас такой период, да, предпремьерный, когда мы должны вот это трио создать настолько органично, чтобы каждый понимал друг друга без слов, чтобы передать им на вот это состояние, чтобы не было недопонимания между друг другом, потому что зритель это сразу увидит. И вот эти нюансы очень тяжело поймать, но мы стараемся. Для меня было немножко так экстремально, когда ребята из кардебалета выбегают, ставят тебе вот так вот руки, и ты должен разбежаться, наступая на руки, оттолкнуться от них. И прыгнуть вот так вот к другим ребятам в руки. Довольно-таки страшно. Не все идеально. Конечно, бы хотелось бы больше времени. Это вторая премьера за этот месяц. В начале премьера был балет Кирио. В конце месяца трехактный балет Романа Джоветта. Но я жду, когда я выйду на сцену с консором. Для Ромео этот спектакль, наверное, будет в плане техники и сил сложнее, чем для Джульетты, потому что очень сложные и насыщенные дуэты. Очень сложные технически. Мальчик много носит девушечку на руках. И я хочу выйти на сцену и получить громадное удовольствие. Махар Хасанович, остается совсем немного времени до премьеры. Как впечатление от того, что происходит сейчас на данном этапе? Всегда ведь немножко нервно накануне премьеры. Всегда, как правило, такие интенсивные репетиции. В принципе, знаете, я понял, что сколько бы времени ни было, всегда не хватает. Но это нормально, естественно, состояние предпримерное. Учитывая какой-то мой предыдущий опыт в постановках Ромео и Джульетта, мне кажется, что зритель всегда принимает это восторженно. Потому что сюжет и Шекспир, и Прокофьев, уже этих двух имен вполне достаточно для того, чтобы обеспечить успех. Генеральный прогон – это всегда волнение. На взводе все – и артисты, и постановщики. Только здесь и сейчас можно оценить готовность к спектаклю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я столько раз танцевал этот спектакль и столько раз его видел. А здесь вроде то же самое. И декорации те же, и хореография та же. А все же по-другому. Я не могу это объяснить. Видимо, русские люди так чувствуют любовь и гнев, что артисты Большого проявляют все это в несколько раз больше. У всего этого другой аромат, но при этом это все равно Ромео и Джульетта Алексея Ратманского. Потом, Катя, я думаю, что тебе надо плететь. Ты как бы сразу понял, что он умер, и все нужно уйти. Вот тебе надо уйти, просниться, просниться. Потому что ты еще не веришь, а ты уже все уже знаешь. Ты умер и умер. Я просто счастлив. Это настоящее вдохновение работать с такими разными артистами. Со всеми составами, со всеми парами. Они очень разные. Каждому свойственно абсолютно свое. Я получил громадный опыт. И абсолютно уверен, что каждый спектакль меня взволнует по-своему. Я чувствую, что Катя и Влад просто разобьют мне сердце. Я буду весь в слезах. Их жизнь, любовь и смерть. И сверх того, мир их родителей на их могиле. На два часа составят существо, разыгрываемое пред вами были. По милости и слабостям пера. Их сгладить постарается игра. Балет Ромео и Джулетта в хореографии Алексея Ратманского был признан грандиозным событием и настоящим сокровищем на ближайшие 60 лет. Через несколько часов мы узнаем, удалось ли знаменитому хореографу и артистам балетной труппы Большого театра поразить публику так же, как это произошло на премьере в Торонто. Редактор субтитров А.Семкин Алексей Ратманский такой, какой-то вдохновенно легкий талант, который может просто, красиво, внятно, доступно и очень музыкально рассказать историю, которая близка, наверное, и понятна каждому. И, конечно, артисты. Не часто увидишь такую отдачу, с которой танцевали сегодня артисты все. В общем-то, это понятно. Все ждали Алексея Ратманского, его друг очень любят. И видно, как у них горят глаза, и как просто они понимают друг друга. Мне кажется, это очень дорогого стоит. Конечно, хотелось бы, чтобы Алексей Ратманский приезжал в Большой театр, который, я надеюсь, ему все-таки не чужой. Но, конечно, хотелось бы какую-то оригинальную постановку. Потому что у меня все-таки есть какое-то ощущение, что если бы он ставил Ромео и Джульетту на трупы Большого театра, то при всей этой совершенной роскоши костюмов и очень со вкусом сделанной декорацией, это, возможно, был бы немножко или немножко другой спектакль. Ну, хореография Ратманского – это как бы внучка хореографии знаменитого балета Леонида Лавровского «Ромео и Джульетта», который здесь считается мировой классикой, уж тем более классикой Большого театра. Балет Ратманского тоже как бы вдохновляется этим, но, безусловно, при этом имеет собственное выражение лица, собственную лексику. Но она очень осмысленна современно, она довольно сложно скомбинирована. Она пытается найти новые повороты в том, что уже, казалось бы, найти нельзя, потому что классический язык, но он... Ну, многими считается, что он исчерпан, а Алексей Ратманский так не считает. Пытается сделать его живым, и ему это удается. Мне неожиданно понравилась сцена, когда под Экадр танцуют родители Джульетты, с Джульетты и с Парисом. Я ни разу не видела, что в этот момент все танцевали, такой редакции, не помню, по крайней мере. И вот видно, что она пытается буквально обращать с ней как с вещью, и все за нее решают. И она пытается бессильно протестовать, и у нее не получается. Алексей сделал вот эту сцену вот предельного отчаяния и, с другой стороны, какого-то семейного бездушия. И вот это столкновение очень хорошо пластически и хореографически сделано. Когда художник берется за такой материал, то, наверное, уже понятно, что он хочет сказать что-то свое, новое и по-особому. И это получилось. При всей классической форме, которая выдержана абсолютно, есть ощущение какого-то очень сегодняшнего дня, сегодняшнего посыла. Есть очень много легкости в этом во всем, в работе актеров. Какая замечательная Джульетта, Ромео, это какие-то два мотылька, летающие по сцене. Безумно интересно смотреть на кардебалет, потому что он интересно и очень решен, и костюмно, и хореографический. А вообще, когда такой праздник в большом, настроение поднимается, и градус счастья увеличивается. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а теперь тот самый момент, когда мы разыграем билет в большой. Чтобы получить его, вам надо правильно ответить на вопрос, который задаст Игорь Цверков. Дорогие телезрители, есть много замечательных постановок спектакля Ромео и Джульетта, но только одна стоит особняком. Итак, вопрос. Где и когда была исполнена самая необычная постановка спектакля Ромео и Джульетта, и какая знаменитость приняла в ней участие? Свои ответы присылайте на электронный адрес нашей программы tv-билет-собакобольшой.ру. С вами был Михаил Зеленский. До встречи в большом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова